здравствуйте друзья и философский вопрос еще мне тут перепал значит звучит так часто ли вы задумываетесь о том как устроена вселенная о смысле не то чтобы жизнь а смысле всего ой да надо сказать что мы живем в такое время когда о смысле всего все больше и больше людей задумывается и это хорошо видно по всевозможным массово так распространяющимся медитативным каким-то практикам каким-то школам вот гуру тут всевозможные со всех сторон так вот как-то поиск идет то есть люди стали больше искать конечно чем чем больше времени у человека остается от насущных дел да вот когда он должен был пропитанием заниматься там 15 часов в день работать может быть он меньше дуба во вселенной хотя тоже мы знаем что есть люди которые занимаются очень простым трудом и довольно интенсивно и тем не менее они такие мыслители вот но все таки остается больше времени больше времени на развитие духовное эстетическое да вот говорят что дети сейчас не такие как раньше там были совершенно другие дети что здорово конечно и вот о вселенной человек задумывался об устройстве вселенной ну вот столько сколько мы человечество можем проследить так во времени вот столько она задумывалась если мы вспомним ну я не знаю авраама да авраам был сыном торговца истуканами длину язычником нужны были истуканы были разные язычники у них были разные верования и они стало быть вот значит была потребность в истуканах вот он папа значит абрама продавал истуканов и это же тоже из той же области понимаете человек ищет ответы на вопрос значит откуда все ну может быть языческий ответ да вот такой и соответственно возникает истукан соответственно возникает потребность там молиться этому истукану они вообще куда-то вот там в космос вот и да так люди всегда искали ответ вам есть такое как сказать есть мистический компонент в практически во всех основных религиях мировых знаете как только вы задаетесь вопросом а что будет а что происходит когда человек умирает что что происходит вот какая-то душа а что происходит с душой когда душа умирает когда душа умирает у пушкина смотря друзья прекрасен наш союз он как душа душа неразделим и вечен знаете вот вроде бы да там 200 лет прошло люди рассуждали о душе но естественно религия она рассуждает о душе надо ответить на вопрос это может быть ответ религиозный может быть языческий может быть какой-то научный я не знаю вот скажет нет такой души там это так какая-то работа значит мозга вот а что есть жизнь а вот говорят нам нас так учили форма существования белковых тел о как и вот и и вот живи с этим теперь понимаете да так что человек всегда искал ответ спрашивают задумывались часто ли вы задумываетесь с возрастом люди обычно больше задумываются потому что это у них накапливается жизненный материал какой-то знаете жизненный опыт и и они начинают чаще задаваться чем такими вопросами безусловно я я тоже не из железа там не из кирпича задаемся вопросами и есть ну я считаю вот апофеоз так вот этого всего это каббала это древнее учение и как бы часть части иудаизма это так сказать мистическая часть иудаизма и там там столько всего это целый мир я я никогда целенаправленно не изучал но я так со стороны посматриваю и восхищаюсь просто чтобы целенаправленно изучать у меня нет нет ну каких-то ресурсов может быть не столько временных сколько душевных но исторически чтобы изучать каббалу во-первых только мужчина было позволено только мужчинам изучать каббалу и во-вторых это должен быть мужчина не моложе 45 лет и в третьих он должен был иметь хотя бы двух детей не меньше если тебе там 45 лет но у тебя нет двух детей ты не дорос понимаете тебе не положено сейчас это более такое доступное знание вот и там как бы мне человек который этим там увлекается он мне сказал что вот есть какая-то каббала там в христианском варианте ее и так далее я я не знаю значит но наверное в этом есть смысл поскольку христианство как бы вышло из из иудаизма то есть оно могло прихватить и могло не прихватить собой там допустим каббалу или там часть каббалы но безусловно и христианство имеет вот этот мистический компонент оно тоже должно ответить о душе о загробной жизни понимаете так что как устроена вселенная не с физической с точки зрения правда да но я думаю что это не тот ответ который нам физики дают про вселенную а что тут о смысле всего о смысле всего люди думают ответа то ведь нет понимаете есть то во что хотелось бы верить и вот то что хотелось бы верить что же мы должны верить в то во что не хочется если можно верить то что хочется правда так что ну конечно конечно меняются представления о правильном и неправильном меняются представления о добре и зле меня вообще много чего меняется Вот в качестве примера я вам могу рассказать Я видео недавно начитывал Я его, правда, убрал Светлана сказала, что я какой-то там Что-то агрессивный типа Я его убрал Это видео про девушку, которой Тетка, значит, ей нервы портит Злобная тетка, значит А девушка от нее пострадавшая Ну и Она тоже посмотрела это видео И говорит, понимаешь, какая история Ты очень упрощенно Видишь ситуацию Вот есть один человек Которому надоедают А есть там Другой человек, который надоедает Но Говорит Светлана Каждый человек определяет те отношения В которых он участвует То есть если бы Девушке совсем не нужно Было вот это все То она бы давно прервала эти отношения Или свела бы к какому-то минимуму Которое совершенно не огорчает Но она почему-то участвует Значит, может быть Например, да Может быть Это какой-то комплекс Какое-то переживание По поводу раны ушедших из жизни родителей И вот эта тетя Там, которая не совсем даже и тетя А так Седьмая вода на киселе Но она как-то вот связывает ее с родителями Может быть это какая-то вина По отношению к родителям Может быть она чувствует себя виноват Мы не знаем этого дела Но, понимаете С возрастом Ты начинаешь Судить глубже И я Может быть в тот момент Когда это видео наговаривал Я о другом думал В этот момент Но Когда Светлана Начала мне Рассказывать Что на самом деле Там могло бы быть Она говорит Ты не должен был Так Как-то вот Такие рецепты там давать И так далее Я ее понимаю То есть я абсолютно понимаю Я может быть в тот момент рассуждал по-другому Но Что же Все понятно И вот у нас, например На канале есть Такие полярные отношения Ну вообще практически ко всему Но вот конкретно Например Вот Михаил Бородянский Вот то, что он рассказывает Там управление событиями жизни Там Виктора Давайте я поверну Значит Я постоянно Значит Вот там получаю Такие там комментарии Или там письма Как вы могли вообще Как вам Несовестно Это же там Какое-то в общем Антинаучная какая-то халтура Там и так далее И С гораздо большей Кстати Частотой Я получаю Сообщение Говорит Михаил Спасибо вам там За Михаила Бородянского Я наконец-то Вот услышал Одно и то же видео Один человек говорит Я вот слушал 30 минут И он так ничего и не сказал А другой На это же видео Говорит Я 30 минут слушал Каждое слово ловил И я Говорит Это вообще меня перевернуло Почему же так? Понимаете? Потому что один человек Думает о вечном Думает о чем-то таком Что не укладывается Вот как бы не описывается Ну условно Законом Ома Понимаете? А чем-то еще таким Вот таким И когда тебе 20 лет Ты об этом не думаешь И тебе начинают что-то говорить Там какие-то бабки Там шепчут Там бородавки Заговаривают Ты думаешь Какой бред Понимаешь? А потом ты Время идет И ты вдруг понимаешь Что есть какие-то вещи Которые врач Сделать не может А почему-то бабка Ну вот может быть Не эта бабка А какая-то другая бабка Там еще какая-то И вдруг они могут Почему они могут? Что-то есть еще Понимаете? Что Понятно что оно есть Но непонятно как добраться И оно такое не является В общем доступе И оно не формализованное Такое знание Понимаете? И лицензии на это никто не дает И вот И ты думаешь А кто-то не думает Поэтому Такая острота Как бы в противоречии Одни понимают Другие не понимают Понимаете? Так что Это вот как Противоречие между гусаром И тонким философом Понимаете? Там да Ну Любили ли вы чисто? Знаете как Сержант говорит В баньке Конечно И в баньке Вот И они не понимают Друг друга Ладно друзья На этой Высокой Философской ноте Значит Я оставляю вас С размышлениями О вселенной И о том Как вообще все устроено Если хочется На эту тему подумать Счастливо 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 Счастливо